Денис, молодежный коллеги В самоуправлении я не занимался тем, что, как обычно говорят, что я с первого класса, и вот я пошел, и поэтому я в университете, и общественной деятельности. Нет, такого не было, потому что, мне кажется, просто меня не мотивировали так, как надо в школе. А когда я уже пришел в университет, я поступил в колледж Европейского университета на первый курс. Первый семестр я занимался только учебой, а второй семестр я уже понял, что я хочу попасть в студенческий парламент. Чего-то большего, да? Да, мне захотелось каких-то результатов помимо учебы, хотя учеба для меня всегда оставалась и остается в приоритете, потому что сейчас больше всего своего времени я уделяю именно учебе. Потому что у меня не будет времени потом учиться. Я знаю, что в 26 я не буду сидеть за учебниками. Это да. Поэтому учиться нужно сейчас. Второй семестр первого курса я становлюсь рядовым членом студенческого парламента и просто смотрю на эту структуру, что там происходит. Начало второго курса меня ставят заместителем президента студенческого парламента. Какой у тебя быстрый карьерный рост. Да, да, да. Ну полгода я, конечно, отбегал, знаете, как курьером, можно сказать. А потом уже ко мне присмотрели, что давай заместителем, наверное. И, пожалуй, это, наверное, был самый такой насыщенный и пиковый год, который был в моей жизни. Потому что я сейчас только недавно вспомнил, что именно первая организация, которая меня в себе в совет взяла, это была молодежная коллегия при обл. госадминистрации. И также именно на втором курсе я, по-моему, это было осенью, я попал на тренинг Канни Леонидовне Каськовой. И я увидел, что 95 человек из разных вузов, лидеров, заместителей, помощников, руководителей отделов, которые собрались между собой, они даже сейчас пока не знакомы. Я пришел, я никого не знал. Но я увидел Анну Леонидовну там, там мы познакомились с Анной Ганжу. И я увидел ту разницу, как через три часа мы выходили, и уже мы спокойно обменялись телефонами, страницами в ВК. И, по-моему, это был, наверное, самый важный толчок, который был именно в общественной деятельности. То есть много точек соприкосновения, да, в этом делали? Да, да, потому что мы, вот даже с того момента, у меня сейчас многие остались в телефонном справочнике, и мы с ними общаемся и поддерживаем, и занимаемся определенными проектами. И вот второй год, второй курс мой был именно насыщен просто на мероприятии, я, будем так говорить, входил в это медиапространство общественной деятельности. Дальше второй курс окончания, где-то, может быть, 25 августа, я прихожу к директору университету, план работы предоставляю у сельского парламента на следующий год, и она мне говорит, «Денис, что-то вот приставка как-то не такая». Я говорю, в смысле я воникаю? «Ну, ты же знаешь, что у нас будут выборы?» Я говорю, «Конечно знаю». «Баллотируйся, ты должен стать президентом студенческого парламента. Я думаю, что студенты тебя поддержат». Елена Николаевна говорит, без разговоров. Я подаюсь, и действительно большинством голосов я становлюсь студенческим президентом Европейского университета. Также третий курс именно колледжа был наполнен опять вхождением в новый совет, это совет по молодежной политике при мэре. Опять же, мероприятия, фестивали, акции, всевозможные программы. Ударный год вышел. К тому же завершение года это был колледж, поэтому я должен был получить диплом. Слава богу, я получил красный диплом по коммерческой деятельности младшего специалиста. Красный диплом. Красный диплом. То есть в какой момент жизни ты успевал учиться? Я просто непонятно. На самом деле этот вопрос волнует многих. Как ты, говорит, успеваешь это все? Я говорю, что я могу забрать время у чего-то, но я никогда не заберу его в учебу, потому что учеба – это самое главное, по крайней мере, в моей жизни. Я учусь на финансиста, и слава богу, что я в 21 год уже являюсь практикующим финансистом. То есть у меня есть реальный опыт. И вот эта учеба мне необходима. Но, конечно, времени свободного у меня как такового нет. У меня нет времени даже на развлечения. То есть какие-то прогулки я иногда могу себе позволить. Ночью мы любим пройтись по городу, по ночному, на мосту, на Ингульске, например, попить чаю, поговорить. И я быстро уезжаю, потому что мне уже нужно что-то подготовить, мне нужно работу. А вы понимаете, что еще помимо университетской внутренней деятельности, есть научная деятельность и конференции всевозможные. И здесь уже мы работаем на Киев, мы работаем на Харьков. Я защищал научную работу по оптимизации экономики на малых предприятиях. В общем, ну насыщенно. Четвертый курс университета. Я перехожу. Вот сейчас я перешел. И этим летом мы увидели с организациями. Это была неформальная встреча. Мы поговорили, они говорят, вот будут выборы. Я говорю, да, и что? Знакомая ситуация, да? Да, да, да. Вот как-то, ты знаешь, постоянно просиживается одна и та же. Линия. Да, между всеми. Я говорю, да. Ты знаешь, давай, молодежный, вот это движение ты, наконец, из своего университета перенесешь еще и на область. Я вам честно скажу, мы разговаривали часа полтора, после которых мне дали три дня подумать, потому что я не согласился. Я говорю, я пока не могу сказать, мне нужно просто время соизмерить, я смогу или нет. Я не могу делать... Готов ли ты просто, конечно. Да, я не могу просто делать что-то тяп-ляп, я либо делаю это хорошо, либо делаю это никак. Три дня я думал, через три дня, говорю, хорошо, будем баллотироваться. Ну и, конечно, я встречался с организациями, мы поговорили, и они на голосовании 3 августа выбрали меня. Большинством голосов из 24, 22 было, за два воздержались. Они приняли меня и мою команду, самое главное, потому что один в поле не воин. Я сказал, не нужна моя команда. Мало того, у нас по регламенту, вообще и по положению три человека работают. Церковь молодежной экологии, заместитель и секретарь. Я же этот штат расширил до внештатных советников. И вот этих внештатных советников, и теперь у нас команда 10 человек. Сумаслите. Из которых еще три заместителя, два секретаря, наш медиа-центр, который занимается тем, что... Самая основная проблема, которая была, это то, что молодежь в области, это удивительно, но не знала молодежная коллегия в любом области администрации. Хотя мы, центральный орган, мы должны заниматься всеми проблемами, а они просто не знали. В итоге мы что делаем? Так, в медиа-центр мы сели, значит так, нужно информационную площадку делать. Как мы будем это делать? На одной странице? Нет, на одной странице это будет плохо. Окей. Страница должна быть максимально проста в восприятии. Вот у нас есть группа на Фейсбуке, там 750 человек. Но, как вы думаете, ребята в селе, в деревне, они сидят на Фейсбуке? Они сидят... Через телефон. Да, они максимум сидят ВКонтакте, потому что там есть музыка. Естественно, что мы делаем? На Фейсбук мы его отодвигаем, хотя мне все говорили, это приоритет, это приоритет Фейсбука. Я говорю, нет, на Фейсбуке все будет, но давайте мы придумаем систему. В итоге у нас сейчас есть система какая? Мы все пускаем на Инстаграм, потому что Инстаграм на самом деле сейчас это самое простое. Нам не нужна ни регистрация, ни 200 вкладок в Фейсбуке, ничего. Мы зашли, у нас правило, одно фото, под ним одна новость. И мы сразу, любой человек увидит наш отчет о деятельности. Потом эта новость уходит на Фейсбук. Тут же она синхронизируется, переходит в ВК, переводится на украинский язык. С ВК она переводится на английский язык, в Твиттер, потому что я сказал, я хочу не только замыкать это все в рамках области или нашей страны, мы должны выйти внешне. На мировой рынок, на мировой уровень, да? Да, и поэтому тут уже Твиттер дан для наших иностранных коллег. Ютуб-канал, потому что там будут прямые трансляции, будет съемка видео, опять же какие-то возможные интересные интервью. Слушайте, ну вы прям заполонили планету, или по крайней мере хотите ее заполонить. Да, область хотим заполонить, да. Получится даже больше, потому что один такой большой и слаженный механизм. Да, но на самом деле я хотел бы еще уточнить, что перевод этот осуществляется людьми, а не машинами. Поэтому у нас перевод на украинский филологам украинского языка, перевод на английский филологам английского языка. И, конечно, там есть временной лап у нас по времени, потому что не получается, чтобы новость сразу вышла, и она одновременно. Ну, пусть чем два часа. Ну, это чисто физически невозможно. Да, да, да. Но вот эта координация того, что мы сейчас построили эту площадку, и на этой площадке теперь любой из точки нашей области, или из страны, или даже мира, он зайдет и будет видеть, вот чем мы вообще занимаемся. Это был самый первый вопрос, который я хотел решить. Сейчас уже нельзя сказать, что молодежные коллеги кто-то будет не знать, потому что мы будем добавлять людей туда, и в группы, и добавлять их в подписчики, в Инстаграм, и всевозможные делать какие-то вещи. Молодцы, просто вот слов, честно говоря, нет, что-то вот еще добавить. Но хотелось бы поподробнее узнать о самой молодежной коллегии, и вообще вот когда она была образована. На самом деле, молодежная коллегия – это выборный коллегиальный орган. Я перейду к корызинскому консультативно дурачий орган, который был основан около 10 лет назад. Вот на самом деле, самый, по-моему, пик его популярности и пик той деятельности, которую молодежная коллегия могла дать, это был 2014 год. Потому что вот я вошел, как раз это был 2014 год, все помнят эту зиму. Вот мы вошли, и тогда главой молодежной коллегии был Николай Дмитриев. Я помню, это первое совещание наше, Тарас Дмитриевич Гремень был главой Булсовета, сына Альбина Янишевская, вице-губернатор. Я помню, как в коле сидит, у него, значит, акция. Ребята, мы должны помогать. И если помните, гуманитарный кошек. И когда нас построили, собрали всех лидеров и сказали, ребята, нам нужны волонтеры, нам нужно, чтобы афиши везде висели, нам нужно, чтобы ребята знали и поддерживали. Я сидел и смотрел на эту всю ситуацию, когда лидеры, которые до этого не собирались, это было, по-моему, первое собрание молодежной коллегии за какой-то период, как они все отозвались, все ввели координаты, включая меня, и мы упорно занимались этим гуманитарным кошеком. И мы собрали столько продуктов. Я уже молчу про своих студентов, которые тоже где-то не могли участвовать, но при этом они мне отписывали, что вот я тогда не смог прийти, но вот мы пошли с родителями, мы купили вот в корзину, набрали этих там продуктов и отдали бойцам. Это был, мне кажется, это даже что-то, какой-то символ в этом есть, что именно тогда, когда я пришел, я увидел всю ту мощь молодежного движения, которая может быть. Единство. Единство, да. Скажи, пожалуйста, как ты видишь развитие и твоя команда, как вы видите развитие молодежной коллегии? На самом деле, развитие молодежной коллегии, наверное, сейчас будет отталкиваться от фундаментальных вопросов, которые нам нужны. Например? Это база. Улучшенная координация. Потому что сейчас, к сожалению, мы не видим того, я не вижу, чтобы этот механизм работал настолько слаженно, насколько я хочу и себе представляю. Дальше, интеграция молодежной коллегии и, не побоюсь этого слова, институтов молодежной коллегии именно в область. Потому что сейчас молодежной коллегии из 47 членов, 12, по-моему, только являются из области, все остальные городские. Но это же так не должно быть. Мы же не знаем, что там нужно ребятам из Еланецкого района, или мы будем сидеть и придумывать. Нет, это глупость. Поэтому вот эта интеграция даст нам возможность. Там, неважно в каком формате, мы создадим общественную организацию, поможем создать. Или, может быть, создадутся молодежные коллегии, потому что вот сейчас в области есть две молодежные коллегии. Опять же, как такое может быть, что созданы три молодежные коллегии на область, включая наших, и они между собой как-то не очень, будем говорить, взаимодействуют. Поэтому наша задача, мы видим интеграцию. Мы хотим увидеть координацию именно внешне. Там я говорил про внутреннее, что мы должны четко выгнать структуру. Мы должны увидеть именно внутри коллегии тот механизм, который будет работать. Что касается внешней координации, конечно, хотелось бы привлечение депутатов, хотелось бы привлечение уровней самовредования, потому что мы нуждаемся в каких-то людях, которые смогут нас поддерживать. Прежде всего. И я сейчас не говорю о каких-то... Да, спонсоры, менструнаты нужны, но нам не нужны деньги, нам нужны ресурсы. Потому что ресурсы, и самое главное, это время. Спасибо. А как вы видите вообще проблемы молодежи в области? Ой, проблемы молодежи давны, стары, к сожалению, и ничего не меняется. Молодежи негде работать, молодежи негде отдыхать, молодежи негде развиваться. То есть мы выделяем три проблемы, что это трудоустройство, это досуг, это развитие. И эти все пункты между собой очень взаимосвязаны. Потому что я не беру сейчас, допустим, областные центры, да, мы будем говорить о селах, да и в области тоже. Очень важный момент тот, что им негде работать, им негде даже, будем так говорить, подрабатывать. Из-за этого они шагают, а рядом возле них всегда есть та нехорошая дорога. И когда нет возможности ему зарабатывать себе на семью, на будущую семью, да даже на развлечения, ради бога. Он ступает на ту дорогу. У нас по его рост преступности наблюдается. По досугу. Опять же, вот сейчас, я думаю, что вы тоже заметили все эти моменты, что Николаев за последние полтора года действительно превратился в город, я бы его назвал, мероприятие. Потому что когда ты открываешь афишу, ты наконец видишь, что у тебя по три тренинга в день, какой-то фестиваль, какой-то марафон. Разноплановость появилась. Да. Областные, допустим, города районного масштаба, будем говорить так, они тоже тянутся. Но тянутся хуже, а в селе вообще все стоит. И те сель-клубы, которые вы знаете, вы себе представляете, что это такое, когда один сель-клуб, коробка, и в ней сидят, играют в домино, выпивают. Кто-то танцует, кто-то поет. Откуда будет нормальный досуг, откуда будет желание? И третий вопрос – это развитие как таковое. Вот с развитием, я думаю, что у нас будут самые большие неприятности. Потому что к развитию, когда ребенок растет в таких условиях, изначально, когда его папа водит и так далее, у него теряется мотивация, он не хочет жить лучше. И вот наша задача будет показать и мотивировать ему его к другой жизни, чтобы он захотел развиваться. Если он захочет развиваться, он будет и трудоустроен. Будет он трудоустроен, поверьте, если мы сможем. Потому что моя, допустим, тема – это трудоустройство именно в предпринимательстве. Я сам по себе человек, который понимает, что я никогда не рассчитывал ни на чьи деньги. Вот я заработал сам их и заработал. И это всегда в капиталистическом мире так и было. Поэтому у нас задача одна из самых главных. Если не среднюю, то малые предприятия помогать им создавать. Да, создадут не все. Мы будем находить с помощью тренингов. Вот сейчас я буду выезжать в область. И искать тех ребят, которые, может быть, где-то не уверены в себе. Может быть, как-то происходит, что у них нет ресурсов. Мы будем помогать им, их стартапам. Мы будем помогать какой-то информационной поддержкой, знаниями. Я думаю, что я сам проведу какие-то курсы по коммерческой деятельности. Да хотя бы даже просто вдохновить человека и дать ему понять, что у него все получится. Их нужно вытаскивать в город. Им нужно показывать, что есть другая жизнь. Это там не сосредоточено. То есть, допустим, у меня есть мой студент Европейского университета, который живет в области, в одном из таких сел. Он в свои 19 лет умудрился с сельдрадой договориться, чтобы ему предоставили помещение под магазин. Но деньги он сейчас им не отдает. Отдает там через 5 месяцев. И там еще плюс прибыль. И вот эти все моменты, когда он мне рассказывал, что у него магазин в прибыль шел через 7 месяцев. Сельдраде, естественно, пошла аренда. А потом он мне начал говорить, а потом, ты знаешь, я задумался, а вещи надо тоже продавать. И второй магазин открыл. И сейчас он приезжает в город, когда довольно часто, он на заводчике учится, но все же. Я говорю, а ты не хочешь в городе этим заниматься? Он говорит, а зачем? У вас на каждом углу магазин что-то продается. Там, говорит, это мои ниши. Я могу там спокойно зарабатывать себе деньги. Причем, он говорит, ты знаешь, я зарабатываю очень даже хорошо. То есть, ну, этот подход, он же есть не у всех от природы. Его нужно открыть. Это да. Ну что ж, мы желаем вам удачи, чтобы у вас все получилось, успехов. Я нагадую вам, шановные телеглядачи, что с нами был Денис Яковуник. Вместе 512 мы продолжим. Залишайтесь с нами.